Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с представителями малого бизнеса, ведущего свою деятельность на территории муниципалитета. Помимо обсуждения пакета федеральных и региональных мер поддержки предпринимателей, собравшиеся обсудили проблемы, с которыми сталкиваются руководители организаций в изменившихся экономических условиях. У каждого представителя индустрии красоты, общественного питания, розничной торговли большая часть вопросов касалась решения насущных проблем. Но многие интересовались и мерами поддержки, которые внедряет федеральное и областное правительство. Среди них льготное кредитование и кредитные каникулы, освобождение отряда налогов, мораторий на плановые проверки. Предприниматели также попросили содействия в получении послаблений от коммунальных организаций. Хотелось бы попросить немного поддержки от тех, от кого ее можно получить, хотя бы таким образом, чтобы расходы не были увеличены, потому что действительно мусор вырос. Ну вот, например, там условно какой-то салон берем, там мне прислали сведения, глава бьюти-комитета, и люди туда накидали мне вопросов, у всех в основном про мусор. 700 рублей платили люди, стали платить 4 тысячи. Ну, то есть вот такой рост. Это достаточно много, и в этом бизнесе это, правда, сложно. Обсудили навстречу и повышение цен на расходные материалы и ряд товаров. Большинство предпринимателей уверены, что кризис удастся пережить, благо опыт, полученный во время пандемии, есть. Для экономики именно страны хороший шанс для того, чтобы наладить собственное производство, то есть те товары, которые мы получали из-за границы, да, но хотя фактически мы могли изготавливать, скажем так, ну, данные, там, услуги, товары на территории нашей страны, соответственно, развивать нашу экономику. Еще один важный вывод из состоявшейся встречи. Большинство предпринимателей готовы не просто выживать в сложившихся условиях, но и далее активно развивать бизнес. Люди, те, кто повзросли, ну, там, скажем, не 25 лет, они совершенно спокойны, даже с какой-то, знаете, какой-то усмешкой вспоминают те кризисы, которые были до этого. 98-й год, да, 2008-й, 2014-й, и все говорят о том, что каждый такой кризис, он давал вызовы и давал возможности. Алексей Спаский поблагодарил собравшихся за конструктивный диалог и призвал предпринимателей обращаться в администрацию округа в случае возникновения проблем.